Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как мы с мамой, когда она приезжала ко мне в Лондон, ездили в два города Норрич и Грейт-Ярмут. Это было в октябре 2013 года, и так как сейчас октябрь, я вот решила вспомнить нашу поездку. Сегодня я расскажу про Норрич, а в следующем ролике будет про город Грейт-Ярмут. Город Норрич находится в восточной Англии, примерно в 165 километрах от Лондона, то есть 100 миль от Лондона. Город является административным центром графства Норрфолк, и доехали мы туда, насколько я помню, на автобусе National Express. Дорога из Лондона составляет примерно 3,5-4 часа, и мы приехали на автостанцию и пошли гулять по городу. Первым делом мы зашли в Норрежский собор Троицы, он находился недалеко от вокзала, и он меня очень сильно вдохновил и впечатлил. Я вообще люблю готику, и вот эти вот нефы, и вот эти вот своды арчатые. Такая красота открылась перед нашими глазами, и так как никого не было, я вот так пофотографировала, практически пустой собор. Очень красивое здание, как снаружи, так и изнутри. Затем мы уже пошли в центр города, гулять по городу, искать музеи, и ну что мы можем увидеть. Там была Норрежская ратуша, рынок такой огромный, большой, крытые такие домики разноцветные. Потом мы завернули как-то к шоппинг-центру, и там была такая Королевская аркада, тоже очень красивая архитектура. После чего мы вышли к Норрежскому замку. Он находился на возвышении, и нам пришлось подниматься по лесенкам. И вот именно там в замке находится музей, городской музей, даже музей графства Норфолк. Но, по-моему, то ли вход был платный, то ли мы так и не догадались. Мы искали музей, но так и не нашли его. А он оказался находится внутри замка. А за замок надо было платить немалые деньги. Сейчас, кстати, в связи с коронавирусом некоторые залы закрылись, и вход в музей, в замок подешевел. Сейчас он стоит 3 фунта. Ну, а тогда, ну, не знаю, может быть, 6 фунтов стоило. На каждого платить 6 фунтов. 12 фунтов для меня, как для студента, было накладно, и мы подумали, ну, в следующий раз, может быть, когда-нибудь съездим и посетим этот замок. Вот сейчас мы посетили за 3 фунта, ничего страшного. Вот. Но зато мы опошли вокруг замка и поснимали все шикарные виды. Оттуда, ну, это как смотровая площадка получается. Я, получается, всем в каждом городе рассказываю, где находится смотровая площадка, которую я лично нашла. И тоже-то отовсюду видно какие-то ратуши, какие-то соборы, какие-то церкви. Я так поснимала, у меня же зум приличный, я все это поснимала. И вот показываю вам. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а пока мы шли до центра, мы прогулялись по центральным улочкам, зашли в какие-то локальные магазинчики, а мне очень запомнилось и понравилось такая, ну, не граффити, но какой-то рисунок. Так, снизу здания там только ноги на черном фоне, белые ноги, мужчины и женщины, как будто они обнимаются, а рядом собачка писает. Ну, как бы, не знаю, вот мне именно этим моментом запомнился город Norwich. То есть в каждом городе я стараюсь найти какую-то фишку, которая мне запомнится. Ну и, естественно, шикарный готический собор. И вот не успела я снять все эти шикарные виды, как зарядил дождь. И мы решили уже двигаться в сторону, опять же таки, автовокзала, где сели на локальный автобус и поехали в город Great Yarmouth, где я забронировала отель на берегу моря. Ехать туда, честно говоря, не помню, по-моему, минут сорок, ну, может быть, час или полтора. Но мы ехали весело, потому что мы были с мамой всего лишь вдвоем в автобусе, в дорогу купили такой огромный батон колбасы и просто буквально откусывали его на ходу, жевали, закусывая хлебом. А пока мы шли обратно до станции, мы, кстати, еще уловили Norwichскую свадьбу. То есть там гости собирались на свадьбу или они уже выходили со свадьбы. И мы так пофотографировали издалека, кто-то с зонтиками, кто-то без зонтиков. Ну, так тоже интересно, какая-то фишечка про этот город тоже запомнилась. И еще запомнилась такая улица, уходящая вверх, ну, как-то итальянского такого стиля. Вообще, Norwich достаточно крупный город. В средние века и до времен индустриальной революции он вообще считался вторым по величине после Лондона. Ну, а так является крупным административным центром достаточно крупного графства Norfolk. Ну, а о том, что мы увидели в городе Great Yarmouth и что это за город, я расскажу вам в следующем ролике. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.